Я уже сделал материал о своей признательности и любви к французской поэзии, но я научился разбираться в поэзии довольно поздно, всего лишь несколько лет назад, потому что я писал книжку «От йога до Бога», и поскольку йога явление довольно чуждое Европе, и уж тем более России, я искал аналогий каких-то сближений чего-то в европейской и русской культуре, что как-то вот было бы созвучно. Поэтому таким явлением является поэзия в целом, поскольку поэт так или иначе вынужден пользоваться состоянием транса, экстаза, правильно говорить, энтузиазма по-древнегречески, и это сродни тому, что должен делать йог для того, чтобы общаться с высшими силами, выполняя свою йогическую садхану. Наиболее близкими и наиболее близкими к йогам оказались представители символизма, как французского, так и русского. Ну, символистов русских вы можете знать с детства, это Александр Блок, Ходосевич, в общем, на самом деле их довольно много, и разница между поэтами, как бы они себя ни вызывали, обыватель не увидит. Для обывателя все поэты – это существа припизнутые, пизданутые, гебанутые, опизденевшие, в общем, находящиеся за гранью здравого смысла. Мне же ближе всех по стилю жизни оказались символисты, поскольку я почетный и шаман. Вывод такой. Почему? Потому что символисты считали этот мир иллюзорным, первое совпадение с йогой. Они считали, что в этом мире все существует только как проявление другого мира, и что в жизни своей нужно не расточать ее на творчество и отдельно жить, а жизнь. Сама жизнь не должна быть творчеством, жизнь должна быть творчеством и йогой.